Там идет работа-то расширяется, а здесь, конечно, стратегическая задача полотно отодвинуть от побережья. Это очень дорого. Мы сделали вариант поэтапного выполнения этих работ. Около 2-3 километров от побережья отодвинуть автомобильную дорогу. Это, с одной стороны, не уведет далеко сильно в горы, не удорожает стоимость работы. С другой стороны, мы сделаем параллельную скоростную трассу. В Беленджике остаются где-то за лет. Где-то 5,4 миллиона человек, 4,5 миллиона человек. Знаете почему? Потому что по этой дороге, по Беленджике, а до Сочи, очень трудно. Нет, доехать можно, но это трудно. Здесь серпантин. 8,5 часов как проехать. Да, конечно, с удовольствием мы поехали в Сочи. И для Сочи это было бы хорошо, загрузка была бы еще больше. Но трудно ехать по серпантинам. Надо, конечно, все прибережные государства в Европе, они рано или поздно отодвинули железную дорогу и автомобильную от побережья. Во-первых, побережье освободится сразу. Это будет другая история и большая территория развития. И ехать безопаснее, быстрее, надежнее. Есть, Владимир Владимирович, есть, ясна задача, должен выполнять. Конечно, у нас загрузка исуща, мы поменяем. Если можно, подняться к министру транспорта, по Новороссийску. Если мы делаем, так называемый, заезд в Новороссийск, большегрузов, то мы и, получается, у нас объездная Новороссийска, как мы ее называем, то Геленджик-Анапа, дорога становится практически беспрепятственной, потому что основной зато сегодня в Новороссийске, потому что порт работает активно, он работает днем и ночью, естественно, и большегрузы идут за днем и ночью. И, конечно, они полностью сегодня останавливают Новороссийск. Но если, конечно, то в этом случае вот Геленджик и Анапа, это уже будет хорошая магистраль. А если еще при вашей поддержке будет Геленджик в Сочи, то это будет путешествие от Сочи до Крымского моста, просто путешествие. Это, конечно, не так. Сколько там? Часов 5, наверное, занимает? Сейчас вот этот участок, он занимает порядка 8,5 часов, вот этот участок, ну, наверное, тоже около 6-7 часов. А в летний период они стоят, мы можем сделать прямую дорогу, 3 часа, 25 минут. А если учитывать, что в Геленджик можно приехать только самолетом, либо автотрансом? Значит, надо посчитать, она не окупаемая была. Будет, будет. Про там сплошные тоннели и виадуки, все равно будет окупаемая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!